Россияне покорили Францию на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу. Здесь педестал весь заняли спортсмены из нашей страны. Впервые в финал провелась пара из Новосибирска. Андрея Федосов и Мария Толстого немного не дотянули до тройки лидеров, но смогли навязать конкуренцию сильным участникам из Москвы и Санкт-Петербурга. Со спортсменами встретился Михаил Якимов. Такие трюки для Андрея и Марии – обычное дело. Сложные элементы акробатического рок-н-ролла они выполняют на тренировках почти каждый день. Главное, чтобы был высокий потолок. Но иногда, изучая новый захватывающий трюк, спортсмены используют специальное устройство – лонжи. Пояс, он прицепляется, получается, вот сюда к партнерши, и из него такие веревочки торчат. Это получается, когда партнерша делает трюк, подлетает, тренер, получается, тянет за шнур, за веревку, канат, и партнерша добавляет высоты. Как бы у него меньше шансов упасть, но при этом это страховка. Сейчас Андрея и Мария готовятся к выступлению на Кубке России. В Сибири конкурентов у них нет. Главные соперники – из Москвы и Санкт-Петербурга. Одно из условий успеха – слаженная работа. В паре работаем около шести лет. Сразу, как стали в пару, начали делать акробатику. Менее сложного уровня для начала. Потом уровень усложнялся, мы росли. Ну, а по количеству лет я вот занимаюсь в двенадцатый год. Маша, сколько? Седьмой год. На взрослом уровне ребята танцуют первый год. Программу готовили вместе с тренером. Активно вносили свои предложения. Работали как сплоченная команда. На самом деле нелегко подобрать пару. Вот эта пара довольно удачно, слава богу, подобралась. Они сработались. Хватает мудрости у того и другого партнера правильно общаться. Относиться к ошибкам друг друга, к своим или к ошибкам партнера. Вовремя где-то уступить, вовремя где-то промолчать. Несколько дней назад спортсмены вернулись с чемпионата мира. Они первыми из Новосибирска смогли пробиться в финал такого престижного турнира. В итоге во Франции заняли седьмое место. А через две недели им предстоит выступить на Кубке России в Казани. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok